Шесть знаков Зодиака, которые получили дар от Бога. Некоторые знаки Зодиака рождаются не с чистой судьбой. Они одарены самим Господом и несут его дары через жизнь. Это большое благо и большая ответственность. Каждый Божий дар дан не для потакания своим темным сторонам сущности, а для того, чтобы нести свет в мир и просвещать тех, кто потерялся на пути к свету. Некоторые знаки Зодиака имеют предназначение от рождения и наделены необыкновенным даром от Бога. Так давайте узнаем кто это. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, в моем телеграмме вы узнаете свою судьбу. А мы начинаем. Первый знак Рак. В мире пороков и соблазнов только одно может вывести заблудшие души к свету и вернуть им жажду жизни. Это любовь. Ракам Господь даровал любовь, как возможность показать всю полноту чувств, всю их силу, и этой силой создать основу для продолжения жизни, семью. Второй знак Дева. Эти знаки Зодиака Господь наделил даром познания и ума, чтобы Девы исследовали мир, в котором живут, расширяли его границы, просветляли умы запутавшихся, приносили пользу, изобретали новые возможности взаимодействия со Вселенной. Третий знак Весы. Весы одарены даром сомнения. Ведь сомнение – это то, что выводит человека из тупика и заставляет увидеть истину. Без сомнения невозможно убедиться в своем существовании, без сомнения любая реальность иллюзорна. А сомнения приносят прозрение. Четвертый знак Стрелец. Стрельцов Господь одарил искренностью. Именно эти знаки Зодиака несут в мир правду такой, какая она есть. Они открывают глаза на то, что люди не хотят видеть, и показывают ценность истинного суждения, не подвластного иллюзорному искажению лжи. Пятый знак Водолей. У водолеев есть дар свободы. Дар, который показывает, кем может стать человека, какой путь он может выбрать. Дар, который открывает все пути и дает безграничные возможности выбора и расширения сознания. Шестой знак Рыбы. Рыбы – знаки Зодиака, которых Господь наделили состраданием. Возможностью чувствовать другого, как самого себя, понимать другого, сопереживать, нести в мир милосердие и чистоту сопереживания, пробуждая сердца потерянных. Субтитры создавал DimaTorzok